циклический сдвиг в принципе в массиве касаясь из то что у вас много накладывает дополнительные ограничения вы должны вести себя как минимум в три раза тише лекция шла нормально я не сорвал голову итак в чем проблема как точнее давайте проблемой задач у меня есть список в котором у меня элементы равны собственным индексом ну допустим их 5 штук я хочу добиться состояния в котором у меня будет все элементы сдвинуты влево 1 2 3 4 а элемент который стоял слева поехал вправо проблема в том что если я сделаю любое из присваиваний а нулевое равно а первое то я тем самым в нулевой элемент кладу единичку и ноль исчез на если я например в а минус ну последний да а минус 1 положим а нулевой этим самым если обначали это действие сделаю то я перейду там 4 отсюда вывод мне для того чтобы осуществить циклический сдвиг требуется временная переменная то есть мне надо для начала спасти этот ноль переменную которую я назову темпы темпы а в нее а потом я ее уже теперь само само действие это у меня список а это переменная темпы само действие вот я вначале спас этот ноль затем я беру и единицу копирую в ноль тем самым я перетру ноль там окажется единичка затем я копирую из 2 2 1 и двойка пошла сюда из 3 во 2 тройка перетерла двойку на двойку уже спасена четверка перетерла тройку на четверку уже спасена и только после этого я копирую 0 туда таким образом несмотря на то что я двигался то есть вот тянул справа налево мое движение шло слева направо то есть я делал вот такие вот движения подтягивания на себя или давайте запишем этот алгоритм темпы равно а нулевое затем порой in range сколько тут надо какая длина очевидно лен а но копирований у меня на один меньше чем элементов массива потому что в каждом копировании затрагивается парочка соседних раз два три четыре копирования при пяти элементах это можно четко понимать это называется включение формула включения исключения плюс минус один пролетов между столбами сколько если у меня 5 столбов 4 пролеты между столбами а если у меня допустим этот имеет индекс и а этот имеет индекс g вот вот допустим это где-то в середине это и ты столб а это житый столб я хочу узнать сколько всего столбов смотрите же минус и же минус и плюс 1 потому что же минус и это количество это расстояние это количество пролетов а плюс 1 потому что у меня столбов на 1 больше понятно чтобы это дело чувствовали да и еще сколько это же на сколько это же надо подняться чтобы с первого подняться на восьмой этаж на 7 они на 8 да а на второй этаж 1 1 этаж то есть мы разницу да у французов там это же начинается с нулевого насколько я знаю этаж а это первый то есть это вот для нас 2 но вот я вот по ричарду столману тоже начал нумерацию с нуля значит так но это дело сейчас не очень важно значит с этим for a range len а минус 1 при этом я понимаю что я от нуля начал от нулевого до третьего включительно четвертый не будет включаться и что я делаю я а и ты копирую а и плюс 1 после чего я последний элемент кладу сохраненный темп и все вот я реализовал эту логику сдвиг циклический в обратную сторону циклический сдвиг в обратную сторону мне требуется что спасти очевидно четверку на а затем начать справа налево вот это движение если я рискну начать это движение слева направо то очевидно что получится я скопирую 0 перетру единичку скопируя опять 0 перетру у меня получится все в нулях и только четверка которая в ней циклический она спасена понятно получится вообще не то поэтому очевидно мне требуется вот это вот копирование делать справа налево понятно как мне это сделать я запускаю тмп равно а минус 1 спасли последний элемент поехали я начинаю в диапазоне каком для начала давайте решимся какой из двух элементов у меня в паре будем рассматривать и и и плюс 1 или и и и минус 1 ну какой и какой диапазон будет пробегать от 3 до 0 или от 4 до единицы хорошо 4 до единицы тогда нам чуть-чуть легче будет останавливаться в этом случае я начинаю с лен а заканчиваю нулем не включая а шаг минус 1 то есть вот такой получается у меня генератор арифметической прогрессии ну и действия какие я буду в а и ты класть значение а и минус первого ой неправильно я написал неправильно лен а минус 1 потому что у меня же это значение достигается вот теперь вроде бы правильно лен а минус 1 запятая 0 запятая минус 1 то что иначе я вышел за границу ну и спасаем обратно в а нулевой кладем то что спасено во время это простой понятно алгоритм да а в принципе подобная логика может быть использована если я хочу удалить из списка элемент удалить из списка элемент понятно то есть я могу сделать что не спасать этот нулевой то есть я хочу например вынуть из самого начала элемент для этого мне придется все остальные сдвигать то есть я беру этот нулевой элемент ну неважно я его куда-то утащил да то есть я там ну не знаю допустим x равно а нулевой я его утащил дальше что я делаю я делаю вот это копирование да for i in range len а минус 1 да правильно вроде бы нет слишком сколько вот и я копирую а это равно а и плюс первое понятно да то есть n минус одно действие после чего мне нужно укоротить список в конце эта операция называется поп а точка поп поп удаляет последний элемент у списка то есть вот у меня сейчас я обратно ничего не копирую да вот у меня это четверка там осталось я все их сдвинул ноль удален фактически только у меня четверка дублируется лишний мне ее надо грохнуть вот я ее и грохну методом поп понятно ну если бы я хотел я бы мог ее там еще куда-то скопировать при этом у равно а поп но мне это сейчас не надо потому что меня интересовал элемент сначала а не с конца так вот вы понимаете что это действие не дешевое оно стоит времени какая длина у списка это о от n о от n где n для нас списка да так вот вот это все можно написать в одну инструкцию x равно а точка поп ноль операция поп может потреблять индекс то есть какой индекс вы хотите вытащить из списка но она не дешевая просто поп который с конца достает это дешевая операция за одну операцию фактически выполняется ну за две там условно да вытащить оттуда число и уменьшить хранимую в списке его длину то есть немножко его поджать все а вот эта операция она не дешевая ясно давайте сейчас рассмотрим время наше идет но ничего страшного не очень страшно сейчас я посмотрю что я вам расскажу что нет итак итак список можно использовать как хранилище переменного размера соответственно да то есть у него вот эта длина может меняться операция которая его расширяет это операция это я всегда могу взять и добавить в конец да то есть в принципе ну и что угодно туда заложить то есть в принципе вот эти вот две операции х равно а поп 0 и а точка они делают тот же самый циклический сдвиг влево понятно в принципе можно это сделать и вот так и пент чаще всего используется в случае необходимости именно просто дополнять список то есть в какой-то момент появился новый элемент который надо туда добавить ну я его и добавляю пример пример этого использования у меня есть где-то в у меня есть список значений который попадает ко мне с ввода я хочу найти все местоположения максимума все местоположения максимума и запомнить их но как я это сделаю только запоминать их все мне придется по любому использовать список поэтому что я сделаю у меня есть собственно давайте я сейчас сделаю так что у меня все значения ладно нет с клавиатуры они мне попадают я завожу временный максимум как вы помните да он должен быть максимально плохим давайте сейчас у меня все числа будут не отрицательные поэтому у меня минус один будет как раз плохим максимумом тем манекеном который временно стоит и его сейчас любой сшибет дальше я начинаю считывать числа x равно int int я беру завожу себе счетчик чисел и равно нулю ну допустим отгулял дальше что я буду делать собственно пока а прошу прощения да не все правильно пока у меня x не равно нулю 0 маркер конца я так и помечу что 0 это терминатор ну в смысле то что заканчивает поток входных чисел он заканчивается нулем сколько чисел мне неизвестно да значит и дальше что я делаю я спрашиваю если у меня этот x больше чем m то что я должен сделать ну помните да вот этот логин он победил значит я встаю на его место я тупо его перезаписываю но поскольку я хочу хранить индексы давайте я создам список m индекс на m точка m подчеркивание индекс максимум индекс причем это у меня не число а это список и вначале этот список пустой так вот если x победил m то все индексы которые у меня хранились а там возможно же не один а их по сути было много с одинакового значения так вот я беру и перезаписываю говорю m индекс да у меня равен пустому списку ну если я хочу вы помните что со списками есть такая штука что если я хочу не потерять ссылку на тот же список а его изменять то я в срез буду присваивать опустошить его а почему опустошить прошу прощения и я собственно у меня теперь на месте максимума стоит этот самый x мне нужно иксовый и туда и записать понятно так но если иначе если у меня x равен m это что значит то есть у меня x не сбрасывает его а встает рядом да то он должен по сути не меняя значение максимума добавится к m индексу в этом случае я как раз буду использовать операцию append append и ну и конечно для перехода на следующую итерацию я делаю и плюс равно 1 счетчик номера числа и x равно но им динпут для считывания следующего да и в самом конце я могу напечатать собственно m и m индекс то есть значение максимума и список всех индексов в которых максимум достигнут в качестве аргумента append может что это еще один список может что это каждый аргумент append список еще один нет extend в этом случае если вы хотите расширить вторым списком то extend другая логика так ладно с списками их базовым вот этим добавлением в конец я показал а теперь смотрите еще одна интересная фишка список можно использовать как стек есть типовые задачи на стек например скобочная анализ скобочной последовательности я правда сейчас не буду писать некогда писать эту задачку вот я могу пользуясь вот этими двумя операциями накладывать в конец брать с конца и это во многих задачках хорошо работает сейчас некогда этим заниматься мы еще поговорим про стеки и очереди в конце ближе к концу семей так теперь следующее еще кое-что со списком это бинарный поиск вы наверное знаете о том как искать корень уравнения если оно не решается вообще очень много уравнений не решается вы уже не школьники и люди люди искушенные даже уравнение полиномиального вида х в пятой плюс х в четвертой минус 2х в кубе плюс 7х в квадрат минус 8 оно может не решаться в радикалах вообще то есть не решаться никак нет формулы по которой можно его решить понятно вот и существует достаточно простая знаете или нет метод биссекции дети метод биссекции а б у меня есть функция которая пересекает где-то пересекает ось абсцисс да знаете она знакопеременно то есть у меня f от а умножить на f от b меньше нуля да в этом случае существует согласно лемме о лемма о непрерывном сейчас прошу прощения лемма о промежуточных значениях непрерывной функции если функция знакопеременно на участке и является непрерывной на данном промежутке то она ну вообще по лемме там принимает все значения начиная от f от а до f от b то есть вот для любого вот этого значения существует как минимум один х в котором она этого значения достигает да или короче говоря перебрасывая веревку через границу нельзя эту границу не пересечь как минимум один раз она ее пересекает в то же время корней может быть несколько два корня если один из них касание да три корня да и бесконечное количество корней в принципе тоже возможно но как минимум один там есть и как мы его можем выловить мы можем его выловить следующим образом я стреляю в середину с равно а плюс б пополам логично соответственно я могу простым очень циклом найти найти корень с некоторой погрешностью понимая что числа вычисляются с погрешностями подробнее будет еще лабораторная работа про все эти погрешности вычислений вот но очень просто если уж написать то это будет вот так да там а равно ну не знаю я сейчас давайте напишу какую-нибудь фигню а равно нулю б равно 10 да функция у меня определена и она вот какая-то вот такая дальше что я говорю пока у меня б минус а больше чем епс умножить на 2 буквально важно ну потому что приближен на корень он и так есть посередине а и b да а плюс б пополам это и есть корень потому что он там точно есть только получается погрешность у меня половина b минуса пополам это погрешность а вот я и делаю что b минус а пополам оно должно быть меньше либо равно чем это чем требуемая погрешность ну вот я расписал через умножение Итак, пока b минус а больше, чем требуемое ε умножить на 2, давайте ε равно 0.0001. И вот с этой погрешностью мне требуется найти корень. Дальше что я делаю? Я вычисляю серединку. А плюс b пополам. Затем я говорю, если у меня f от а умноженное на f от c меньше нуля, это значит, что c является хорошим подходящим значением в качестве нового b. То есть я мог бы перейти вот в этом, вот в этом. И я говорю, что а равно а, а b равно с. Ну или я вот так вот напишу. Это, конечно, излишняя запись, вы понимаете? Потому что а присваивать а не надо. Но я просто хочу подчеркнуть, что а и b, новыми а и b являются а и с. Понятно? Иначе, вообще говоря, чисто теоретически, я могу попасть в 0. В 0. Случайно. Давайте сейчас я не буду это рассматривать. Не буду рассматривать. Я просто напишу иначе. То есть что случайно в 0 не попадает. Вот. Значит, что в этом случае я пишу? Что у меня в качестве а и b я должен брать... Значит, если функция здесь не знакопеременная, значит, она здесь обязательно знакопеременная. Значит, соответственно, в качестве новых а и b я беру c и b. Ну, правда, надо понимать, что я вот здесь вот требую обязательно того, что у меня f от а умножить на f от b меньше 0. Я требую этого обязательно. Я напишу истин. Ну и все. Вот у меня, собственно, достигнут этот самый а плюс b пополам. Ну, последнее вычисление этого а плюс b пополам должно произойти уже после цикла. Это корень. А плюс b пополам. С требуемой точкой. Так вот, а если я хочу быстро искать значение в списке? Вообще, поиск числа в списке занимает продолжительное время. Представьте себе, что вы всю вашу телефонную книжку из сотового телефона переписали на бумагу. Вам сказали, что все электронные устройства... Сейчас будет удар радиоэлектронной пушки. И все электронные устройства каюк. И вам надо сохранить. Вы быстренько на бумагу переписываете. Вот. Но поиск будет занимать продолжительное время. Потому что вы будете уже искать, вот сколько есть в списке, вот примерно сколько перебирать. Ну, примерно, среднестатистически, на серединке списка вы будете находить очередную фамилию. Но если вы фамилию упорядочите, что вы можете делать? Вот вам нужен Кузнецов. Кузнецова. Что вы будете делать? Вы берете и стреляете в серединку списка. Смотрите в серединку списка. По логике вот этого вот. Бесекции. В серединке списка. Что вы видите? Ну, допустим, вы там видите Рыбакову. Значит, что? Р находится после К. Значит, ваша Кузнецова находится в первой половине списка. Дальше вы стреляете в середину вот промежуточного, да? И опять вы смотрите, с какой стороны, а там находится, например, не знаю, Климов. Вы сравнили так КЛ и КУ. КУ находится после КЛ. Значит, между Климовым и Рыбаковым. И вы вот в этом опять в серединочке. То есть, в принципе, логика двоичного поиска работает для отсортированных массивов. То есть, вопрос вот. Первое. Как отсортировать массив? Отсортировать массив – это первый вопрос. Ну, или список, да? Эти алгоритмы будут работать и для массивов, и для списков. Это первый вопрос. Как отсортировать массив? И второй вопрос. Это как, собственно, нормально организовать бисекцию в массиве? Бисекция, да? Или метод двоичного поиска. Бисекция, скажите, двоичный поиск. В массиве. Есть некоторые тонкости двоичного поиска в массиве по сравнению с поиском корня. Давайте начнем с вопроса сортировки массива. Есть… Сейчас, я опять забыл это слово. Кто-нибудь играл в карточные игры на английском языке? Как перетасовать называется? Шафт. Шафт. Вот мы сегодня с вами его пройдем. Представьте себе, что обезьяна хочет отсортировать массив. Обезьяна берет массив, начинает его… А, ну давайте для начала проверить. А вдруг он уже отсортирован? Ну естественно, чтобы она в принципе могла отсортировать массив, ей надо уметь проверять, что у нас отсортировано. Давайте я сейчас сделаю так. Я сделаю генерацию массива не случайной. FromRandomImportShuffle, но я его для начала перемешаю. Вот для перемешивания, случайного перемешивания, перетасовывания массива есть функция shuffle, она находится в модуле random. Вот я сделаю арт списком на основе арифметической прогрессии, range, от 1 до скольки? Ну давайте, не знаю, до 5. До 5. От 1 до 5. Не будем пока больше. А, просто до 5 не включительно, да? А давайте не включительно. От 1 до 4, хотя 2 до 4. Вот. И перемешаем его. Shuffle A. Все. Теперь они в каком-то непонятном порядке. Ну давайте я например напишу. Например, 4, 1, 2, 3. Что мы скажем обезьяне? Ну давай. Обезьяна вначале проверяем. Пока не отсортирован. А как? Что? Пока не А. Списки можно сравнивать друг с другом. Это не дешевая операция, но мы сейчас придираться к обезьяне не будем по поводу стоимости операции. Вы поймете почему. Так вот. Пока А не совпадает с. Есть такая замечательная функция. Встроенная. Sorting A. Я вас пока вы не научитесь сортировать сами руками. Я вас призываю ей пока не пользоваться. Она возвращает отсортированный А. Сам А при этом не портит. Пока А не равен отсортированному А. Ну то есть пока А, короче говоря, не отсортирован. На самом деле обезьяна могла бы это проверить за время длины массива. Ну простым пробегом мы сравниваем все ли идут по возрастанию. Да? Если все идут по возрастанию, ну это такая проверка, она занимает конечно время, но не столько времени, сколько там сортировка. Но сейчас мы в это не вникаем. Это все равно все мелочи. Сейчас вы поймете, что делает обезьяна. Обезьяна делает, пока А не отсортирован, шаху А тряси. Принт А. К этому моменту массив достоверно отсортирован. Что она делает? Она берет и вот перемешаем, перемешаем, проверим. Не отсортировалась? Нет. Еще раз перемешаем. Посмотрим, не отсортировалась? Нет. Количество раз. Сколько раз ей придется трясти? А? А конкретно? n факториал. n факториал точный ответ, правильно. n факториал. Количество перестановок. Количество перестановок. равно n факториал. n факториал. Да? То есть на первую позицию одно из четырех, на вторую одно из трех оставшихся, на это одно из двух, на это оставшиеся. Четырежды, трижды, дважды один. Ясно? Соответственно, этот алгоритм у меня обладает асимптотикой о от n факториал. Вы знаете, как быстро растет факториал. Эта сортировка может отсортировать успешно массив размера 3, 4, 5 и даже 6. В список длины 10 сортировка обезьяны сортируется уже немыслимое время. Но еще его можно застать, его результат. Отсортировать список длины 15 уже практически невозможно. Но самое интересное то, что оказывается, что сама функция shuffle может не суметь сгенерировать всевозможные перестановки. Сама генерация случайных чисел не настолько умеет хорошо случайно это сделать, что просто, короче говоря, случайных чисел конечное количество, всем случайно, и там упирается уже в генератор случайности. Если бы она могла реально случайно перетасовывать, то она бы могла закончиться. А так, вполне возможно, что это от бесконечности. То есть невозможно чисто технически. Хотя, если бы у нас shuffle работал идеально, то от n факториал. Ясно? Такая чисто учебная страктировка. Давайте посмотрим с вами время. И что я вам скажу еще. Сортировку вставками я сегодня рассказывать не буду. Некогда. Осталось только поиск значения в массиве методом бисеркции. Сейчас, одну секундочку. Я сейчас, чтобы не переписывать долго, я сразу возьму заготовку и просто ее перепишу. Значит, это метод двоичного поиска с двумя фиктивными элементами. Значит, смотрите. Вот у меня есть список. И он точно уже отсортирован. Как я это сделал, сейчас не принципиально. Моя задача найти, ну вроде бы найти индекс элемента, но ведь может вполне сложиться какая ситуация. Что у меня числа здесь расположены так. 2, 3, 5, 5, 5, 5, 6, 7. Понимаете? То есть, если я ищу, например, пятерку, то вроде бы стреляю в середину и я ее сразу найду. Понимаете? Да, но меня и будет интересовать что? Что у меня есть левая граница, да? И правая граница пятерки. И по-хорошему мне бы научиться искать и левую, и правую. Правда? Потому что я нашел диапазон, где у меня лежат эти значения. Поэтому сейчас я сделаю именно так, поскольку нет вот этих требований. Итак. Сейчас, одну секундочку. При этом я хочу сделать вот что. Я сейчас буду вот эту левую границу ставить вот сюда, вне. То есть, это граница за пределами. Правая граница, соответственно, тоже за пределами этих пятерок. Понятно, Лобинка? Так, сейчас, одну секундочку. Так, и мы будем называть функцию. Давайте запишем пока, как есть. Я, если что, поясню. Назовем ее Upper Bound. Она будет искать верхнее ограничение. Upper Bound. Ей требуется, соответственно, А и искомое значение. Назовем его ключ. И. Что я делаю? Я для начала могу гарантировать следующее. Так, прошу прощения, все-таки будет поправка. Для того, чтобы у меня left и right замкнулись, у меня должны быть следующие требования. Right у меня всегда будет, да, а от right. Right это число. А от right у меня больше, чем ключ. А от left у меня меньше, либо равно ключа. Вот это будет у меня инвариантом. Это инвариант. Это инвариант цикла. То есть утверждение, логическое утверждение, которое истинно на протяжении всего цикла. То есть будет сейчас меняться, left и right будут переползать, меняться. Что у меня будет происходить? Я буду сдвигать, 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 пока у меня левая граница и правая граница, ну, по сути, не соединятся, не сомкнутся. Понятно? Вот как только они у меня вот так сомкнутся, все, это конец. И правая граница для меня означает, где искать элемент. Да, то есть right минус один это элемент. Итак, на левую отдельно можно алгоритм записать, сейчас пока не будем. Вот именно так сейчас делаю. Значит, я для начала считаю, что левая граница у меня минус один. То есть если я для начала скажу, что left у меня равно минус один, подразумевая под этим не последний элемент, а именно вот запредельный. Да, то есть именно вот туда. А right у меня будет равен, соответственно, опять же, len-a, длина массива, то есть тоже за пределами. То очевидно, что если элемент в принципе есть, то он тут. Если вдруг у меня искомое число равно 10x, то у меня left приползет сюда, right остается здесь и в принципе формальный вариант выполнен. То есть изначальный вариант у меня выполнен. Понятно? То есть у меня все, даже вот если уж так сказать, говорить вот так вот, то надо говорить так, что все элементы левее right, они, прошу прощения, что все элементы, начиная с right, больше, чем ключ. Да, то есть начиная с right и правее, они все больше ключа и сколько. Да, а left, да, он не больше ключа. Не больше. То есть все элементы левее left, они не больше ключа. Вот так. Теперь осталось только брать и делать двоичный поиск. Итак, до каких пор я буду это дело продолжать. Пока у меня right минус left не равно 1. Сейчас, секундочку. Right больше left плюс 1. Ну, right минус left больше 1. Пока расстояние между ними больше 1. Как только расстояние между ними равно 1, это значит, что они показываются на соседние элементы. Теперь, если у меня... А, прошу прощения, забыл. Средний элемент вычислил. Middle, серединку. Серединку я не могу бить в дробный индекс. Индексы целые числа. Поэтому серединка это left плюс right пополам нацелло. Пополам нацелло. Это последний алгоритм, я его дописываю и мы расходимся. После чего я говорю, если у меня элемент, находящийся вот тут вот посередине, оказался больше ключа, в этом случае middle является подходящим для правой границы. Я говорю, right равно middle. right равно middle. А иначе он является подходящим для левого. Left равно middle. Собственно, в конце я заканчиваю тем, что у меня найден, собственно, right, который у меня, я говорю еще раз, заканчивается это дело тем, что у меня лев начинает указывать на самое последнее возможное значение, которое равно, прошу прощения, меньше либо равно ключевого. А этот тот, который точно больше ключевого. Поэтому я могу взять элемент right минус 1, ну или лев, ты, неважно. Да, потому что они уже сомкнулись. И посмотреть, а равен ли он ключу. Потому что вполне возможно, что я искал значение 5.5. И такого числа нет. Но единственный возможный кандидат, он вот тут. Понятно? То есть, это верхняя граница, для которой у меня подходит. Поэтому я из вот этой функции возвращаю, собственно, верхнюю границу, как и заявлено. Right. Но пользоваться ей для поиска придется следующим образом. То есть, элемент есть в списке, если у меня upper bound для a,5. Да? Давайте подначим. И равно upper bound. И равно upper bound. И я спрашиваю, если у меня a в позиции i минус 1. Если a в позиции i минус 1. У меня равен 5, то тогда элемент найден. Понятно? Довольно много приплясываний. Довольно много приплясываний. Да еще и есть шанс выйти за границу массива. А если, 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 в этой ситуации возникнет, если у нас искомое число, искомое число у нас меньше, чем двойка. Например, k равен единичке. В этом случае лев в конце будет показывать сюда, а right на 0. Поэтому у меня будет 0 минус a, 0 минус 1. Понятно? То есть, он у меня будет не туда проверять. Поэтому тут еще дополнительно надо проверить, что i не равен 0. Перед тем, как делать вот это. Но я уж не буду этого делать. Понятно логика? Точно так же программируется аналогичным образом поиск левой границы. Вот. Но, тем не менее, бисекция дает нам какую асимптотику поиска. То есть, вся сортировка, даже сортировка обезьярных, она будет оправдана. Если у вас после отсортированности потребуется много раз искать элементы, тогда у вас будет скорость поиска по, по, логарифм по основанию 2 от n. То есть, количество действий на поиск будет равно очень маленькому числу по сравнению с длиной списка. Все, на этом конец. Спасибо.